Всем и поиграл мои квадраты. Сегодня поговорим на тему Silent Hill 2 ремейка. Все знают, что вышла эта игра и всем хочется поиграть в неё, но, как всегда, оптимизацию никто не завозил в игру. Я могу подсказать вам и помочь, как убрать статтеры Silent Hill 2 ремейк. Тормоза, статтеры, зависания. Все знают, что склейка уровней требует подгрузки и вот эту подгрузку как-то они смягчили и из-за неё идут просадки сумасшедшие до 40 FPS, если у вас хотя бы видеокарта 3070. Стараюсь взять видеокарту получше для того, чтобы с этими настройками не страдать, но в очередной раз выходит новая игра и всё по кругу. Я не сделал как? Чтобы не портить основную папку, потому что я боялся, вдруг что-то перестанет работать, я её просто продублировал. То есть я её скопировал куда-то в другую папочку. То есть у меня две папки сыгрываются. Для того, чтобы убрать постоянную подгрузку, и она будет всего лишь один раз, вам нужен этот фильм. Вы переходите по ссылке, которую я закрепил под видео, либо ссылка будет в описании. Она сразу готова, здесь ничего не нужно нажимать. Может быть, можно так скачать, но вообще нажимайте вот сюда, да, он будет светиться. Нажимаете, оно скачалось за секунду буквально. Открываете zip-архив, скачивается zip-архив. Здесь заходите дальше, и у некоторых не работает именно папка x64. Такие встречались комментарии. В моём случае x64. Я выбираю, и копировать нужно отсюда всего лишь несколько файлов. Вот они, d3d11.dxgi. Мы их скопировали, и сюда мы просто вставляем вставить, либо же их перетянуть с архива. Вот. И здесь они в папке появляются. Вот он, d3d11. Для них теперь нужно создать reg-файл. Создаём здесь просто текстовый документ. Вы можете его также создать на рабочем столе, если вам так удобнее. Мы потом его будем сохранять в эту папку. Новый текстовый документ. Открываем его. В описании будут несколько строчек, которые нужно сюда вставить, а потом сохранить этот файл. Значит, я обвожу его, скопировал. Вы же берёте это всё в описании. Новый текстовый документ. Вставляем сюда. Теперь нажимаем файл и сохранить как. Выбираем, где у вас установлена игра. Идём всё по тому же пути. В моём случае это Games 2. Сюда, потому что мы уже создали копию этой игры и сохранили отдельно в другой папке. То есть у нас две папки одной и той же игры. Sunhill Proto, Vineris, Win64. И здесь выбираем тип файла. Не текстовый, а все файлы. И высвечиваются абсолютно все файлы, вот которые слева. Также они здесь в окошке справа. Имя этого файла изменяем. На dxvk.conf пишем dxvk.conf и нажимаем сохранить. Так как здесь файла не было никакого в папке, он просто сохраняется молниеносно, как бы ничего не происходит. Всё, у вас файл сохранился. d3d11, dxgi и dxvk.conf. Вот он, этот файлик. Он вот так вот у вас должен называться. И самое главное, файловая система.conf. Мы внесли правку в этот файл и сохранили его в папку с игрой Win64. Игра теперь будет запускаться в DirectX 11. Будут некоторые настройки с графикой. Она немножечко ухудшится, но зато подгрузка будет один раз. И дальше не будет вас доставать в процессе прохождения игры. Далее мы видим файл запуска игры. Он есть также на рабочем столе. Также этот метод подойдет тем, у кого не запускается игра просто установлена. Без всех этих добавок, без всех этих файлов, вам нужно просто создать ярлык этого файла. Создать ярлык. И у нас ярлык 2, но так как я уже его создавал. По идее, вот он называется, это первичный файл. Если у вас не запускается игра, вам нужен этот файл. Нажимаем свойство, которое вы создали. Он так и называется в конце ярлык. В вкладке не общий, а в вкладке ярлык. Там, где строчка объект. В конце, после экзе, ставим пробел. Туда дописываем на английском. Тире DX11. Применить и окей. Все, у вас этот файл есть. С помощью этого файла, не с рабочего стола, а прямо из папки, игра запускается без проблем, без всяких фиксов. Мы же, в свою очередь, добавляем фикс, который фиксит просадки FPS. И теперь они нас не будут так часто раздражать. Для тех, кто играет в Steam-версию игры, этот метод точно так же работает для беспроблемного запуска. Вдруг, если у вас вылетает ошибка Unreal Engine, как и в моем случае, до фикса, я пользовался таким же методом запуска игры. Создавал ярлык и запускал через него прямо в папке. И игра, я ее прохожу на стримах, если вам интересно, заходите на канал. Значит, мы зашли на Steam. Нашли файл с игрой. Не выбираем Play. Выбираем свойства. Это главные настройки игры. И Launch Options. Ну, здесь, так как на английском, я не знаю, там, опции запуска или как она будет называться. Здесь, так же, как и я создавал в файлике, в ярлыке дописал DX11. Здесь вы так же дописываете DX11. Я только не пойму, вначале есть пробел или нет. Наверное, тоже есть. Ну, попробуйте с пробелом или без. Просто сюда дописывайте DX11, и у вас так же будет запускаться версия игры Steam. В методе не DirectX11, а пишет все-таки Vulkan. Вот этот фикс, я забыл сказать, он запускает как-то по-другому игру, но работает и с фиксом, и без фикса. Там будет написано DirectX11, здесь написано Vulkan. Тем, кто не хочет в этом разбираться, вам это не нужно. Вот, вам главное, чтобы игра запускалась. Игра запустилась, у меня 3070, видеокарточка RTX 3070, и процессор Ryzen 5 3600. Вот, здесь просто старые надписи, там можно написать все, что угодно указать. Самое главное, счетчик FPS следить за ним. И вот, вот, температура и загрузка процессора. Изначально я уже как бы здесь запускался. А нет, тут просадочка есть. То есть, изначально вы когда загружаете, здесь есть по-прежнему все те же просадки, которые были и раньше. Но счетчик теперь показывает 60 FPS. На самом деле, по ощущениям, просадки есть. Но они теперь не как статоры, а более плавные, размытые, растянутые, что ли. Вот. Если управляете клавиатурой и мышью, в принципе, бегается довольно-таки нормально. Ну, так как запись у меня отбирает FPS, а это место очень фризовое, постоянные статоры, загрузки и подгрузки, как бы стало все гораздо веселее. Управляется персонаж не особо желейно. Наклава мыши в эту игру играть гораздо комфортнее. Потому что теперь, если встречается какой-то враг... Вот. Раньше в этом коридоре очень слишком фризило. Теперь фризы есть. В вашем случае они могут вообще исчезнуть. Если у вас все установлено на SSD и игра и Windows, проблем не будет. Теперь поговорим о настройках и что изменилось. Настройки графики и экрана. Разрешение Full HD. 60 кадров ограничения, вертикальная синхронизация. И технология сглаживания TSR. Теперь на выбор нету DLSS. Видеокарточка от NVIDIA у меня. Но теперь в игре нету настроек DLSS. Для этого мы и создавали, копировали такую же папку, чтобы было удобно. Если что, если вам не нравится, вы можете играть как раньше. С фризами. Вот. Что еще сказать? FSR есть. Он мне в принципе нормально зашел по картинке. Хотя в подсказках говорили, что картинка хуже. Но мне кажется, на нем отзывчивее управление. Управление немножко становится желейное. Но на клавиатуре мыши по-прежнему играется нормально. Приходится мириться с тем, что у игры нет до сих пор файлов оптимизации. Никто не выпускал из разработчиков официальных патчей. И пока это все лечится только таким способом. У меня стоит TSR, набор настроек TSR низкая. Ну, если хотите, можно поставить другое. Я для себя определю, что именно низкая почему-то работает более-менее неплохо. Сносно, скажем так. Дополнительные настройки качества. Здесь я для себя, мне кажется, масштабирование разрешения 150. Это лучше, чем 175. Картинка заметно мыльнее. И резкость изображения внизу я поставил на высокая резкость. Раньше, когда здесь я появлялся, была очень сильная просадка до 45 фпс. Как бы здесь я уже был. Игра, судя по всему, то ли запомнила, то ли сам этот фикс запоминает. Вот. Здесь всегда жуткая просадка в этом месте, когда ты бегаешь туда в комнату или сюда. Здесь всегда она была сильная. Плюс еще есть место на лестнице. Это только пена. Ляхомух я с... Пена. Вот она здесь. Здесь тоже жутко просаживалась игра. Вот. Сейчас вы видите до 50 там фпс. Первый раз здесь было до 45. То есть, ну, он местами пропадает. То есть, он не держится на отметке 60. Но уже как бы стало получше. Приходится мириться. Нет у меня ни фонарика, ничего. Это еще начало этой локации. На стримах мы прошли гораздо... Не гораздо, но дальше. Я использую еще вдобавок VR-шлем около сквс 2. И меня просто задолбали эти фрезы. Они также ощущаются на шлеме. То есть, если без шлема играть, оно еще было более-менее терпимо. Вот. Для этого существует у вас две версии игры. Если вам что-то не понравилось, если ничего не исправилось, играть в прежнюю версию, как бы ничего, по сути, не поменялось. Корни. Игры. Можете играть без проблем в старую версию, если что-то вдруг не так. Также существуют еще всякие моды. Но они для DirectX 12. С DLSS 3.0, который дорисовывает FPS. Там якобы FPS увеличивается вдвое. Круто это или нет, не знаю. У меня игра не запускается в DirectX 12. У меня ошибка Unreal Engine 5. Постоянно выскакивает при запуске игры. Вот. Ну, на шлеме ощущения от игры гораздо совсем другие. Теперь игра, кажется, как Resident Evil 2 ремейк. Собственно, она очень даже походит. Не говоря уже о внешнем виде главного героя. Ну, теперь Sun Hill 2 выглядит вот так. Я все-таки сторонник, наверное, оригинальной версии Sun Hill 2. Хотя мне и не нравится особо эта часть игры. Но, как по мне, она выглядит гораздо аутентичнее. Теперь заброшки выглядят как-то по-обычному. Но графика в этой игре, конечно, мое почтение. Увидимся на стримах. Спасибо за внимание, как говорится. Если вам помог, пишите комментарий под видео. Всем и... Поиграл. Ну, вот просадочка здесь. Была, но уже же не такая, как раньше. Раньше статтерила капец как. Продолжение следует...